Отмыть, отжать, отстегнуть, подчистить. Нет, это не список дел на предстоящие майские праздники. Это впечатление от отчета контрольно-счетной палаты Читы за 2022 год. На заседании городской думы докладывает председатель палаты Маргарита Казакова. В прошлом году проверили 12 городских организаций. По итогам проверки направили 8 представлений. Предписание, письма на устранение нарушений. А кое-где заметили и признаки коррупции. Составлено три протокола об административных правонарушениях, по которым вынесены постановления применения административных наказаний. Четыре должностных лица привлечены в дисциплинарные ответственности. Во исполнении представлений КСП на рассмотрении в судах находятся иски объектов контроля о возврате денежных средств подрядчиков на общую сумму 1 миллион рублей. В добровольном порядке обеспечен возврат средств бюджет городского округа на сумму 240 тысяч рублей. Проверка законности, обоснованности, эффективности использования средств, направленных на финансирование муниципального казенного учреждения, выявила 13 финансовых нарушений над сумму 3,6 миллиона рублей. В том числе неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 3,3 миллиона рублей. Дела в городских предприятиях, темный лес. Откуда нет, нет, да, вылезает зверь в виде уголовного дела на кого-то из сотрудников или руководителей. Так и получилось с муниципальным казенным учреждением Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Правоохранительными органами проводится проверка. Кроме траволы, в отношении ведущего специалиста финансово-экономического отдела казенного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ хищения денежных средств на сумму практически 1 миллион рублей. Руководители учреждения, главный бухгалтер привлечены к дисциплинарной ответственности. Составлено три протокола об административных правонарушениях. Привлечены к административной ответственности, в том числе за нецелевое расходование бюджетных средств, два должных лица и учреждения в качестве юридического лица. Не отпустили с миром и небезызвестное ДМРСУ, оказавшееся в цепочке уголовных дел, связанных со взятками бывшего директора Алексея Котова, который за новенький «Лексус» получил 4 года строгого режима. И потянулась красная ниточка за другими чиновниками, одна из которых – Лилия Кучина, тоже обвиняемая во взяточничестве. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия было выявлено неэффективное, неэкономное расходование средств на сумму 26,4 миллиона рублей, а также неправомерное расходование денежных средств в сумме около 5 миллионов рублей. В том числе выявлено нарушения, имеющие признаки преступления на сумму 1,5 миллиона рублей, а также признаки коррупционного правонарушения в сумме 19,5 миллиона рублей. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы Забайкальского края. По представленной нам информацией ведется проверка. Уже в этом году контрольно-счетная палата проверит, насколько добросовестно в Чите прошло исполнение программы «Тысяча дворов» и, возможно, наконец-то проверит качество бордюра в городе, которым как будто грош цена и срок годности в 6 месяцев. Сам глава городской думы Евгений Ирилов считает, что проверки палаты стали жесткими, а он из-за этого страдает. Жесткими становятся проверки, более жесткими становятся акты. Своебразно я от этого немножко пострадал больше, почему? Потому что очень часто именно в мой адрес почему-то идет претензия со стороны руководства администрации городского, который все-таки, да? Ну, ты так, досмотрите. Ну, не хуйми, а? Ну, блин, ну, тяжело и так, а тут вот они еще прям въедчиво до каждого рубля. Въедчиво до каждого рубля. А иначе нельзя, тем более с большими деньгами, потому что, как известно, кот за дверью, мыши в пляс. Валерия Наумова, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ.